С 1 августа этого года в Чувашии изменится порядок начисления платы за отопление. С чем связана корректировка оплаты жилищно-коммунальных услуг, узнала наша съемочная группа. На сегодняшний день плата за отопление начислялась равномерно в течение года. Размер ежемесячного платежа определялся среднемесячным потреблением тепловой энергии за предыдущий год. Независимо от отопительного сезона, в течение всего года чебоксарцы вносили одинаковую плату. А затем был перерасчет, который в зависимости от суммы вызывал разные эмоции граждан. С этого года принято решение перейти на оплату за отопление ежемесячно в течение отопительного периода. То есть то, что будет фиксироваться прибором учета в течение определенного месяца, вот эта сумма будет начисляться гражданам. Теперь за тепло мы будем платить не 12 месяцев, а 7. Значит и суммы оплаты будут больше. Хотя в летние месяцы в квитанциях в графе «тепловая энергия» будет ноль. В городской администрации понимают, что для многих семей суммы могут стать неподъемными. Для них разработана система поддержки. Субсидии будут начисляться тем гражданам, у которых размер совокупного платежа за жилищно-коммунальные услуги будет превышать 22% от общего семейного дохода. То есть если у них доход 20 тысяч, а размер платы за жилищно-коммунальные услуги, допустим, 5-6 тысяч составить, то им будут начисляться субсидии. А у кого доход, допустим, 50 тысяч семейный, а размер платы за жилищно-коммунальные услуги, составляет 10% от общего дохода, им, конечно, субсидии не будут начисляться. С 21 июля в Чебоксарах открыта горячая линия. Действующие номера телефонов вы видите на экране. Здесь горожанам ответят на все интересующие их вопросы по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги. Евгения Егорова, Регина Кубайкина, Антон Вов, Республика. Многие эксперты считают, что новая система оплаты за тепловую энергию поможет снизить огромные долги управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. С введением новой системы начислений за тепло долговая яма должна стать меньше. Многие управляющие компании, не дожидаясь начала отопительного сезона, получат возможность рассчитаться с ресурсниками сразу в полном объеме по факту получения тепла. Другое дело, воспользуются ли этой возможностью недобросовестные управляющие компании. Похвастаться отсутствием долгов на сегодня не может ни одна крупная управляющая компания Чебоксар. Особых надежд по поводу того, что коммунальные технологии с нами начнут расплачиваться ввиду изменения порядка оплаты, мы не питаем. Из управляющих компаний у нас есть управляющая компания «Навэк», в которой мы воюем очень сильно по дебюторской задолженности. Я думаю, что с управляющими компаниями ситуация улучшится, особенно в городе Чебоксары. Продолжение следует...